Дорогие братья и сестры, я вас приветствую благословенным именем и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! И эпиграфом к этой проповеди будет место из пророка Исаии, 49 глава, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, я не забуду тебя». Присаживайтесь, друзья мои. Я благодарю, что я имею возможность быть сегодня среди вас. Я пастор Церкви Народ Божий, координирую тюремное служение по Украине. На Украине 184 тюрьмы, в 141 тюрьме я проводил богослужение. Конечно, желание очень огромное сделать Евангелие тюрьмам Украины. Буквально недавно, в марте месяце, мы проводили в Киеве всеукраинскую конференцию по тюремному служению. Со всех областей были сехались делегаты. И когда я задал такой вопрос, кто имел проблемы с криминалом, поднимите руки, это был лес рук. Это был лес рук счастливых людей, кого Бог нашел в тех отчаянных местах. И сегодня они идут туда, чтобы нести Слово Божие. Говорят, сегодня в Америке кризис, переживания, переживания о завтрашнем дне, какие вот такие фобии, страхи. Но мне кажется, что опасный кризис, когда он в твоей голове, когда он в твоем сердце. На Ниве Божьей безработицы нету, поэтому там кризиса нет. Если ты считаешь, что ты не знаешь, на что ты способен, Слово Божие говорит, «Воззовите ко мне, я отвечу, просите, и дано будет вам Бог ответить на это». Я хочу сосвидетельствовать то, что Бог сделал в моей жизни. И почему я занимаюсь этим служением? Потому что у меня глубочайшее убеждение, что никакие сроки, никакие режимы, никакие ужесточения, они не в состоянии изменить человека. Изменить человека может только Бог. Изменить человека может Бог. Буквально недавно перед поездкой сюда я ходил по киевской центральной тюрьме, там 4700 человек. Конечно, все камеры обойтись не удалось, но мы ходили по малолеткам, мы ходили по женскому корпусу, мы ходили по инвалидным камерам, там, где больничка для заключенных. И я им говорил, ребята, мне не волнует, за что вы здесь находитесь. Конечно, не за то, что вы раздавали милостыню, конечно, не за это. Кому-то принесли боль, кому-то принесли страдания. Но я хочу вам сказать, что для вас есть надежда, это надежда в Иисусе Христе. Если вы за Иисуса Христа вцепитесь, вы забудете, что такое тюрьма. Но если будете хитрить, мудрить, вы с этой системы вылазить не будете. Потому что я убежден, только Иисус, Он может изменить человека. Невозможно человеку, возможно, Богу. Как замечательно, что мы Его знаем. Как замечательно, что этот вечер мы пришли сюда. Я убежден, мы пришли сюда не для того, чтобы посмотреть, у кого какая косыночка, или кто какую рубашечку носит. Я более убежден, мы сегодня пришли, чтобы поклониться Богу и услышать, что Бог желает сказать нашим сердцам. Не так ли? Он говорит через поющих, Он говорит через проповедь, Он говорит через свидетельство. Я вам зачитал этот стих из пророка Исаии 49 главы, и я зачитал его не случайно. Когда я впервые прочитал этот стих, я сказал, «Господи, это Ты написал обо мне! Господи, это Ты написал обо мне!» У меня две внучки. Когда моя дочь рожала Вику, она говорит, «Папа, в больнице, в роддоме, четыре женщины отказались от своих детей, притом нормальные, здоровые дети. Если были какие-то патологии, отклонения, нет, нормальные дети, сказали, куда хотите, убирайте, они нам не нужны. Просто-напросто развернулись и ушли. Казалось бы, забудет ли женщина грудное дитя? Казалось бы, ну как можно забыть, кого под сердцем носил? Как можно забыть того, кого грудью кормил? Как можно забыть? Но забывают. Но этот стих дальше говорит, «Но если бы я на забыла, я не забуду тебя». И я написано с большой буквы. Когда мы в Библии читаем местоимение «я», «мне», «моё» с большой буквы, это говорит Бог. Это говорит Бог. Я когда прочитал, сказал, «Господи, это Ты написал обо мне!» Дело в том, что женщина, которая меня родила, она выбросила меня на мусорный ящик. Любимых не выбрасывают, желанных не выбрасывают, кого вымаливают, не выбрасывают. Если бы меня спросили, Сикорский, «А какова причина? Почему выброшен?» Я скажу, я не знаю. Я действительно не знаю. Но я знаю, что я в преддверии вечности, я знаю, что мой Бог знает всё. И в вечности я, конечно, буду знать, какова причина. Какова причина. И в том, что я не стал кусочком какого-то сырого мяса к утру, я в этом вижу тоже руку Божью, потому что человек выносил мусор, и вдруг слышит, что-то пищит. И когда он полез, вот так я был найден. Свидетельство о рождении, где мать и отец у меня просто жирные прочерки. Никто никогда не гладил мне по головке, никто не говорил мне ласковых слов. Я воспитывался в детдомах, интернатах. И я хочу вам сказать, даже когда в советское время был такой лозунг, «Всё лучше детям!» Но это был просто красивый лозунг. По сути, когда один воспитатель на 40 человек, не очень-то волнует, сытый ты, или температура в тебе, или ты чего-то хочешь, не волновала. Больше я скажу. Моя жизнь, она была на синяках и на кулаках. И я этот мир воспринимал, что он колючий и несправедливый. По сути, что нас окружает, то и формирует наше мировоззрение. Не так ли? Если вокруг вас будут хорошие люди, вы скажете, весь мир прекрасен. Я думал совершенно иначе. Я считал, что этот мир несправедливый, и чтобы выставить это в мире, это надо уметь дать сдачи, это надо уметь постоять за себя. Я убежден, что каждый человек, сидящий здесь, и не только здесь, если пойти по улицам Ванкувера и спрашивать людей, хотите ли вы быть счастливыми людьми, я убежден. Я убежден. Каждый человек скажет, конечно, я хочу быть счастливым человеком, но если вы будете уточнить, о чем ты понимаешь счастье, вы услышите разные ответы, согласитесь. Кто-то скажет, я счастливый, потому что у меня прекрасная работа. Кто-то скажет, я счастливый, у меня болело не болит. Кто-то скажет, я счастлив, у меня замечательные внуки, дети, да, столько радости приносят, счастье, оно такое относительно. Я помню, когда в Днепропетровске я проповедовал, и одна сестричка подошла ко мне и говорит, вы знаете, я такая счастливая, я такая счастливая, у меня муж пришел трезвый домой, представляете, он приходит домой, и она покоя не имеет, потому что пьяный, знаете, от пьяного можно все ожидать, и вот он пришел трезвый, и для нее это было счастье. Счастье – это относительно, но мое убеждение в том, что быть счастливым человеком, оно заложено Богом в сердце каждого человека, каждого человека заложено желание быть счастливым. Я хотел быть счастливым, и поскольку я считал, что счастье – оно в бизнесах, где-то в 4-5 классе я начал заниматься спортом, начал заниматься борьбой, я очень хорошо пошел по борьбе, я любил спорт. Но если вы в то время встретились и спросили Сикорский, расскажи нам что-нибудь о борьбе, я мог бы вам говорить ночью напролет. Что нас наполняет, о том и говорим, согласитесь. Если вас наполняют кастрюли, вы будете говорить о кастрюлях. Если вас наполняет политика, вы будете говорить о политике. Если вас наполняют дети, вы будете говорить о детях. Если вас наполняет Иисус, вы везде и всюду будете говорить о Нем. О, вы, напоминающие Господи, не умолкаете, так говорит Бог через пророка. Поэтому так легко себя проверить, насколько я Христов, насколько Иисус занимает в моем сердце место. Но я тогда очень любил спорт, для меня Богом был спорт, я очень хорошо пошел по спорту, в 17 лет был кандидат, в 20 лет был мастер спорта международного класса, и друзей, мне казалось, мне было очень много. В 74-м году, после соревнований на Кубе, я готовился к олимпийским иммиграм, в 74-м году я попал в автомобильную катастрофу. Я не мог понять, почему мне больно, почему я не могу пошевельнуться, почему я теряю сознание, но я четко помню, когда приехал врач, значит, что он сказал? Это мешок с костями, он столько потерял крови, мы его до больницы не довезем, везите его в морг. И у него был мальчишка, мальчишка, сегодня, как верующий человек, я понимаю, что Бог использовал этого мальчишку, который сказал, слушайте, он санитаром у него был, у него же пульс, прощупают, давайте мы его все-таки в больницу отвезем. И меня отвезли в больницу. Я говорил вам о том, что у меня было море друзей, но когда я находился на больничной койке, я ни одного, ни одного, ни одного друга не видел возле своей кровати. Друзья, как много вас, когда стоишь чуть-чуть повыше, но самый горкий час, ваш даже голос не услышишь. Это реалии этого мира. Сегодня мир смотрит друг на друга с позиции, а что я буду иметь, насколько стоит мне с ним, стоит ли мне с ним завязывать дружбу или какие-нибудь отношения. Я так благодарю, что во Христе мы, дети Божьи, мы совершенно, совершенно, совершенно иначе смотрим. И как замечательно, что девочки рассказали этот стих о страннике. Дай Бог нам там смотреть на этот мир и в каждом видеть Христа. Помоги нам в этом, Господи. Я лежал когда в больнице, я помню, я лежал возле окна, у меня были мысли о Боге, но я говорил, Бог, ты несправедливый, ты несправедливый, без пяти минут я олимпийский чемпион, а теперь я вот тут развалена, и я никому не нужен. У меня дома есть одна картинка, может быть, и вы ее тоже видели, возможно, и у вас она есть, когда цапля глотает лягушку. Видели эту картинку? Цапля глотает лягушку, а лягушка держит цаплю за горло. Видели? Замечательно. И она мне висит на шифонере, и мне на этой картинке написано, никогда, никогда, никогда не сдавайся. Понимаете? Она мне так вдохновляет. Я вам скажу, иногда прихожу уставший, иногда думаю, все, хватит с меня, пускай другие, что я тут крайний, но я как пришел, посмотрел на эту картинку, Сикорский, рано еще сдаваться, еще надо трудиться, пока дыхание есть под надрями, пока пульс прощупывается, труд, вперед, на Ниле Божьей безработицы нет. Что-то от этой лягушки было мне. Я цеплялся за жизнь, ну и находясь в больнице, я пришел к такой мысли, что надо делать карьеру. Я хочу сказать, через год после этой аварии, я поступил в Киевский университет имени Шевченко, я поступил на философский факультет. Почему-то мне казалось, что философия – это наука наук, которая даст мне ответы на все вопросы моей жизни. Было 8 человек на место, до сих пор удивляюсь, как я сдал экзамены, но поскольку я был круглый сирота, в прошлом ведущий спортсмен, я был зачислен, учился неплохо. Но мне кажется, рано или поздно, это не обязательно где-то поступать в университете, чтобы к тебе приходили такие вопросы. Мне где-то на пятом курсе, я помню, начали приходить такие вопросы в голову. Чего ради я живу? Скажите, вам приходили эти мысли в голову или нет? Или только мне, такому больному? Мне кажется, каждому мыслящему человеку приходит вопрос, чего ради я живу? Ну, чего ради я живу? Ну, почему я в Америке, допустим, а не где-то там Африка? А почему я там, допустим, в этом веке, а не где-то в 12-м? А почему я не родился на заре рождения человечества? А почему я, допустим, ну вот, вот, мне очень бы хотелось бы родиться 2000 лет назад, быть вот там вот, в Палестине. Вы знаете, увидеть Иисуса, услышать Иисуса, мне кажется, как ниточка за иголочкой, я бы везде за ним ходил бы, ловил бы каждое слово. Возможно, было бы еще одно Евангелие, Евангелие Цикорского, а? Слушайте, я, когда учился в этом университете, я, казалось бы, философский факультет. Это, казалось бы, то, что ты должен получить ответы на все вопросы жизни. Я не находил ответа, чего ради я живу. Ну, пойду в аспирантуру, ну, получу академика, ну, пойду еще дальше, инсеком, а почему бы нет? Стена. Когда ты не знаешь Бога, ты приходишь в тупик. Ты приходишь в тупик, ты приходишь в осознание бессмысленности своей жизни. Просто бессмыслица. Я хочу вам сказать, вот мы сегодня пели о счастье, и действительно, какие мы счастливы, мы, может быть, во всей глубине, во всей широте, во всей, ну, не сказать, всеобъемленности, мы не можем, может быть, осознать, насколько мы счастливые люди, что мы знаем Иисуса, что Он есть в нашем сердце. Мне кажется, когда мы знаем Иисуса, наше сердце должно быть переполнено благодарности за все-все-все, что Он делал, делает, и еще будет делать в жизни каждого из нас. Я не знал Иисуса, я не знал, да я сижу даже в студенческие годы. У нас даже кафедра была о научном атеизме, знаете? Ведь нас выхолощивали. Когда-то Хрущев говорил, я вам верующего покажу вам в 80-м году. Ага, его давно нету, а церковь растет. Слава Иисусу! И вы знаете, я тогда пришел к такой мысли, жизнь дана раз, одна, ее надо прожить, с этой жизнью взять все, 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 что только можно взять с этой жизни. Но чтобы пожить в свое удовольствие, для этого надо иметь маны, 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 маны. В советское время говорили, счастье не в деньгах. А в чем? О, вы тоже знаете, я думал, только я знаю. Я думал, ну, чем будет больше денег, тем я буду себя хорошо чувствовать. Я не буду Витька, я буду Виктор Иванович, я буду уважаемый человек. Идея быть богатым человеком, она была где-то на уровне подсознания. Я очень хотел быть богатым человеком. Я считал, что богатство и счастье, это настолько вот, ну, такие идентичные понятия. Получилось так, что я познакомился со своей женой, а на сегодняшний день моя жена прекрасный человек, замечательная помощница. Поверьте, никто так мою проповедь не разберет, как она. Ты что кричал? Ну, хотел докричаться, что все люди глухие. Ты их агрументируй. Ты где такое слово выкопал? Где ты слово выкопал, если что-то скажу, там, там, прибыль-то какой-то? А ну, найди мне в словарях. Она мне так разберет проповедь. Я очень благодарю Бога. Я не одному стиха даже в церкви не читаю, если она мне не скажет, хорошо написал, можешь говорить, тогда я буду говорить. Она работала на полиграфии, она сегодня работает на полиграфии, она лучший корректор, я бы сказал, не только Киева, Украины, не потому что, а моя жена, я так говорю, она действительно очень замечательный специалист. Когда я с ней познакомился, я приходил на книжную фабрику, где она работала, и меня очень интересовало, а как делаются иллюстрации. Знаете, вот технология, ну, вот как оно делается? А могу ли я что-то делать в домашних условиях? И вот эта идея меня увлекла настолько, я не буду рассказывать о всей технологии. Но, одним словом, я начал собирать полиграфическую аппаратуру. После университета я работал первый организатор по спортивной массовой работе, пригорожил управление. У меня были клубы, и в одном из клубов я начал собирать аппаратуру. Ну, и в советское время, когда говорили, а чтоб ты жил на одну зарплату, оно звучало как проклятие. Мы работали, где-то вертелись, крутились, еще где-то со стороны что-то пытались иметь. Ну, я думал, ну, вот я что-то тоже буду иметь со стороны. Я начал собирать аппаратуру, начал экспериментировать, очень много экспериментировал с бумагой, наэкспериментировался до того, что я научился делать и водяные знаки, и все, и все, и все. И когда я взял 25-рублевую купюру, разбил ее на цвета, ее прокатал, я хочу вам сказать, у меня получилось идеально. За три с половиной года мне ни один человек не сказал, я эту купюру у вас не возьму. Она какая-то подозрительная. Все степени защиты. Смотришь, звездочки на месте, Ленин без кашкета, все как надо. Единственный недостаток, на каждой купюре один и тот же номер. Кто на эти номера обращает внимание? Человеку важно достоинство купюры и что ты можешь ее приобрести. Но если вы мне спросили, Виктор, скажи откровенно, скажи, а я во Христе, я хочу быть откровенным, я есть откровенный. Я хочу вам сказать, я ни одного дня, ни одной минуты, да ни одной секунды я не чувствовал себя счастливым, спокойным человеком. Я думаю, вы со мной согласитесь, друзья. Грех, грех, грех не делает человека счастливым. Грех не делает. Если кто-то думает, я согрешу немножко там, а кто там знает, друг мой, подними глаза к небу, Бог все видит, Бог все знает, даже мысли твои читает. Слышите? Начало мудрости, страх Господень. Страх Господень – это не то, что ты трусишься перед Ним, дрожишь весь мокрый. Страх Господень – когда ты так любишь Бога, так любишь Бога, что ты боишься огорчить Его. Вот в чем страх Божий. Я не знал Бога, но страхи я жил, в жутком страхе. Идешь по городу, кто-то на тебя внимательно посмотрел, думаешь, все, милиция, переодетые, все, окружили, живой не дамся, и все. Я возле стенки, я был весь мокрый, а просто человек на тебя посмотрел. Или однажды, когда я возвращался домой, возле моего подъезда стояла милицейская машина, и мое сердце было в пятках. Все, приехали за мной, приехали за мной, надо куда-то бежать. Уголовный кодекс за фальшивомонечество, это 79-я статья, часть 2-я, звучал так. Изготовление фальшивых денег в виде промысла наказывается лишением свободы, а 10 лет до высшей меры наказания теряя расстрел. Все. В 85-м году я был арестован. Псалмопевца Давида в 118-м псалме есть такие стихи. «Благо мне, что я пострадал, для чего? Дабы научиться уставам твоим». «Прежде страдания», 69-й стих говорит, «прежде страдания моего я заблуждался, а ныне имя твое славлю». Вы знаете, вы в Америке живете очень хорошо. Может быть, я так сравниваю Украину, Америку, и вроде холодильника, и все есть. Уютно, хорошо, тепло. Казалось бы, и Бог не нужен. А что? Хорошо, живем. А иногда над нашей головой тучи, а иногда над нами сверкают молнии, и мы падаем на колени и говорим, Господи, прости, Господи, пронеси, Господи, смилуйся. А я хочу вам сказать, благословенны, благословенны, благословенны те страдания, которые приводят нас к Иисусу Христу. Поэтому я благодарю Бога, что в 85-м году я был арестован. Я был арестован. Я отдыхал на море под Одессой, до Финовка. Вот такое замечательное место. Тут лиман, тут море, тут скалы, ресторанчик «Белые паруса». Там мы домик купили, мы там отдыхали. Я очень люблю это место. Правда, туда не езжу уже. Там мне надели наручники, сказали бы в розыске. Жена спрашивает, в чем дело? Я говорю, недоразумение. Какое недоразумение? Вечером я был в центральной тюрьме города Киева. Решетки, все приварено. Практически ты живешь в туалете. Кислые запахи, эти кормушки. Мне казалось, жизнь остановилась. Просто. Жизнь остановилась. У нас была следственная группа от Комитета госбезопасности. Почему-то они считали экономический подрыв, почему-то они определили, что бумага где-то с Турции. Они говорят, мы никогда не могли помыслить, что у нас кто-то под боком может делать такое высочайшее качество купюры. Когда на кинокамеру снимали процесс изготовления, они говорили, ребята, вам надо Нобелевскую премию, чтобы вы так модернизировали это производство прямо в домашних условиях. Но я хочу вам сказать, Верховный суд Украины на чекистов 4, они мыслили совершенно иначе. Прокурор требовал расстрела. Он сказал, люди, которые научились это делать, сколько бы им сроку ни дайте, они выйдут, они будут заниматься этим делом. Мы их 3 года, 3,5 года ловили, не могли поймать. Адвокаты тоже разводили руками. Когда нас спрашивали, сколько вы их выпустили, вы хоть какой-то учет ввели, какой учет, сколько надо, столько вы выпустили, мы их и не считали. Из банков было выловлено где-то на полтора миллиона наших купюр. Они сказали, мы бессильны вам помочь. Мы бессильны вам помочь. Мне нравится в Библии еще одно выражение, которое встречается несколько раз. Невозможное человеку, возможно, возможно Богу. Как часто в нашей жизни бывают ситуации, когда, казалось бы, стена и, ну, все, куда ни ткнись никакой, и, казалось бы, ну, все, все, пропасть. И мы падаем на колени, и мы вызываем к нему Господи, и Он чудесным образом разрешает те или иные проблемы. Я убежден, многие из нас могут прийти море, очень много примеров. Я убежден. Один из примеров нас могли бы расстрелять. Легко и просто. Что такое? Ничего себе. Полтора миллиона напечатать. Но если вы помните 85-86 год, вы можете говорить что угодно. Мыслить по-своему. Но я хочу вам сказать, Бог устроил перестройку ради фальшимонетчика Сикорского. Бог устроил перестройку. Если помните, Горбачев прошел к власти. Я убежден. Бог устроил ее, чтобы нас, фальшимонетчиков, не расстреляли. Нас не расстреляли, но срока дали очень большие. Если бы меня увидели с бирочкой за колючей проволокой, спросили Сикорской, за что ты отбываешь наказание? Я сказал бы, я не за что. Я хороший человек. Я помогал государству выпускать денежную массу. Да мне ордер нужен. Мне надо экспертам куда-нибудь пригласить. Мне дали срок. Я был очень разлобленный. Я считал, что я очень хороший человек. Поверьте, я искренне верил в то, что я очень хороший человек. Я ни одной старушке не пройду мимо, если не тыкну четвертак, то есть и фальшивый. Но я хороший. Я хороший. Я мечтал о том, что если когда-нибудь выйду на свободу, я буду печатать деньги и разбрасывать их по улицам. Таковы были мои планы. Таково было мое настроение. Но когда читаешь пророка Исаия, 55 главу, он говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. А мне хочется сказать вам еще больше, что в отношении каждого из нас у Бога есть свой план, удивительный план, план спасения нашей бессмертной души. Слышите? Вы согласны? В отношении каждого из нас Он оставил славу неба не для того, чтобы пожить. Это мы, придя на эту землю, мы хотим прожить хорошо, хорошо кушать, спать мягко, чтобы нас везде любили все, чтобы у нас была хорошая машина, чтобы пастор любил, чтобы все было хорошо. Нам так этого хочется. Но Иисус пришел в этот мир, друзья, не для того, чтобы красиво пожить. Он пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь за тебя, за меня. Он пришел умереть ради каждого из нас на Голгоф. Даже ближайшие ученики, они это не понимали. Слышите? Но как замечательно, что у нас есть Евангелие, как замечательно, что у нас есть Слово Божие. Я был очень озлобленный, но у Бога, как я сказал, свои пути. В 89-м году, это уже после было тысячелетия крещения Руси, к нам в лагерь приехала группа верующих. Сейчас по тюрьмах, поездки, это нормально. Я вам хочу сказать, 184 тюрьмы, практически, практически в каждой тюрьме у нас есть место, где мы можем собираться. У нас есть место, где мы можем проводить богослужения. Практически в каждую тюрьму идут служителя. Ну, не так, как в Америке, допустим, капелланы, тут им на государственном бюджете, там на альтруизме, но эта работа движется, эта работа идет. Я вам сказал, когда мы проводили всеукраинскую конференцию, 250 рук было поднято. Эти люди, которые идут туда и несут этот свет. Это впервые, впервые. У нас был лагерь, где-то 2000 человек, говорят, там какие-то христосики приехали, там какие-то верующие приехали. Как? Вроде и нам на 40 давали, приехали. Я помню, я прибежал на эту кинотеатр «Снежинка». Кинотеатр «Снежинка» это лавочка под открытым небом. Я помню, мы когда прибежали, да мы такие христы понацепляли, да мы тут за креста, кому хочешь, тут голову отвернем. Да мы тут, знаете, некоторые поснимали рубашки, а там целые Третьяковские галереи, знаете, синие, тут Богородица, тут купола, тут еще что-то. Они на нас смотрят, какой-то зверинец. Мы на них смотрим, инопланетяне, знаете, вот так. И вот они нам рассказывали о Боге. Вы знаете, я сидел на первом ряду. Я почему-то считал, что я о Боге знаю Божьей, чем они все вместе взяты. Я философский факультет закончил. Если мне кто-то сказал, «Сикорский, ты неверующий человек», я сказал бы, «Что?» Я еще рукава закатал бы. Я вообще, знаете, так агрументировал то, что я действительно с Богом. Ты что? Знаете, я считал, что я тоже о Боге знаю. Но когда они рассказывали историю о разбойнике, которого распинали на кресте, если вы помните, все евангелисты об этом пишут, и Марк, и Лука, и Иоанн, они пишут. Но Лука, он раскрывает это. Он говорит, что один из распитых, увещевая своего приятеля, он ему говорил, «Мы-то за дело страдаем, но он-то не за что». И обратившись к Иисусу, он сказал ему, «Помяни меня, помяни меня в Царстве Твоем Небесном». Что ему ответил Иисус? Ой, вы знаете, да, Иисус, какие сладкие слова. «Ныне ты будешь со мною в раю». Как бы хотелось их услышать при встрече с Господом, что нет? Какие слова. Слушайте, он его ничем не упрекнул. Он не сказал, «Слушай, когда ты разбойничал, когда ты грабил, когда ты поступал, как хотел, почему ты тогда ко мне не обратился, а теперь, когда уже никакая сила тебе не сними с этих гвозей ржавых, ты обращаешься ко мне, оставь меня у покоя. Разве мы об этом читаем?» И когда они об этом говорили, я их слушал и думал, эти люди ничего не разбираются в жизни. за место под солнцем надо с зубами, руками, локтями, ногами драться за место под солнцем. О какой доброте они говорят, о какой любви они говорят. И когда он говорил, «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Денародного, что Слово Божие говорит, Слово Божие говорит», мне это слово так захотелось заиметь. Вы знаете, я ему сказал, «Слушай, друг, дай мне эту книжечку, я хочу ее прочитать». Казалось бы, я много читал, читал и читаю, но самого источника этого я не читал. Поэтому я сказал, «Слушай, друг, дай мне эту книжечку». Был момент такой, потому что дать или не дать, их предупредили, без нашего разрешения ничего не давать. Но подошел замполит, раньше были такие должности, майор Тарасенко, и этот верующий человек говорит, вот заключенный просит Слово Божие, «Можно мы ему дадим Евангелие?» Он сказал, «Кому? Сикорскому?» Это потерянный. Это потерянный. Его убьют или зарежут. Такие не освобождаются. Вы им хоть десять давайте, бесполезно. Потерянный. Я сказал, «Не надо мне десять, мне одну довольна». Мне одну довольна. И он мне дал Новый Завет. «Вы знаете, что он мне сказал?» «Пообещаю, что прочитаешь с первого буквы до последней точки». «Обещаю, у меня время есть. Кто? Кто? Я очень внимательно прочитаю». И он мне сказал, «Это не та книга, когда ты ноги на перила и начнешь читать. Тебе ничего не откроется. Если ты хочешь, чтобы Бог тебе открылся, прежде чем открыть, помолись. Скажи, «Господи, вразуми, настави, открой глаза моего сердца, а потом читай. Ты обещаешь молиться?» Я думаю, «Ну, не пообещаю, заберет же». Я говорю, «Ну, обещаю». А сам спрашиваю, «Ребята, вы еще приедете, будете приезжать?» Он говорит, «Да, мы будем стараться приезжать». Я думаю, «Ну, все, я в следующий раз и от вашей философии не оставлю камня на камне». Они ушли, тюрьма из тюрьма. Я помню, первый раз, когда я вышел, гляну, «Ага, никого нету». Я достал это и в Англии. «Боже, я не знаю, ты там есть или нет, этому типу пообещал, ты не должен что-то тут открывать. Давай, открывай». Ну, если спросить, молился? Молился. Знаете? И открываю. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков. «Мужики рожают?» Знаете, вот так. Я тетрадочку завел, я стал все выписывать. Я думаю, «Ну, ребята, ну, в следующий раз приедете». Когда я прочитал Новый Завет, откровенно говоря, ну, я сегодня-то понимаю, что родословие-то по мужской линии от семени мужчины, понимаете? А тогда настолько-то были вывухнуты эти мозги. Но я хочу вам сказать, когда я прочитал этот Новый Завет, я действительно мало что понял, что понимаю на сегодняшний день. У меня за спиной библейский институт, семинар, я имею степень магистра, я преподаю, мне это очень нравится. Я Библию перечитываю в сороковый раз, не хвастовству говорю, хваляйтесь, хваляйтесь Господом. Тут каждая буква, кегоры мудрости. Тут читай, читай, я иногда не могу дождаться воскресного служения, чтобы не поделиться, потому что это учебник жизни. Тут все актуально. Но я хочу вам сказать, когда я прочитал Новый Завет, я мало что понял, но мне кажется, я понял одну маленькую, но очень важную истину. Я неправильно живу, я неправильно живу, я разбегаюсь, лбом бьюсь об стенку, и я думаю, что я плохо разбегаюсь. Нет, Сикорский, ты можешь очень хорошо разбегаться, но Иисус говорит, есть дверь овцам, водите, пажите, найдете. И многие в тюрьмах такие, знаете, не думают, вот стена проблем, я сделаю хороший старт, я разобью эту проблему, эту стену, и я буду где-то на канарах, а получается не на канарах, а на нарах, и зализывать себе шишки. Мне всю жизнь выхолощивали. Мне всю жизнь говорили, что христианство – это религия дедушек и бабушек. Мне всю жизнь выхолощивали. Если вам, может быть, дедушки и бабушки говорили о Боге, ну чё, сынок, побойся, мне никто этого не говорил. Я слышал только жуткие, невероятные рассказы о верующих. И вдруг, когда я прочитал, я понял, что Иисус, Он приходил, и то, что Он делал, тогда и аминь. Сегодня это аксиома. Сегодня это теорема, не требующая доказательств. Сегодня кто имеет возможность съездить в Израиль, чтобы поклониться гробу Господнему, чтобы прикоснуться к звезде, там, в Ифлееме, где Иисус родился. Сегодня это порядки вещей. Сегодня никакого сомнения нет. Но если вы могли заглянуть в мою голову, в мои мысли, а Его-то за что? Мои мысли вокруг Иисуса, а Его-то за что? И тут же вопрос, а я в каких отношениях с Господом? Вы знаете, мы смотрим на себя глазами любимых. Мы смотрим на себя глазами начальников. Может быть, кто-то из вас смотрит на себя глазами пастора. А ну как пастор? Он не видит, что я такой святой или нет? Нимф над головой, он видит или нет? Крылышки мои. Я же такой святой. Как это он не видит? Что он такое тут не видит? Нам так хочется, чтобы о нас очень хорошо думали, мыслили. Но я хочу вам сказать, очень полезно, очень полезно посмотреть на себя глазами живого Бога. Я когда посмотрел глазами живого Бога, глазами Иисуса посмотрел на себя, я понял, куда нет ни гниль и ничего хорошего. Я стою на крылью пропасти, и я с космической скоростью я движусь куда? Преисподнюю. Если у меня жизнь прервется, я буду преисподней. Господи, что делать? Ну должен быть какой-то выход. Ну должен же быть какой-то выход. Я снова начал перечитывать это Евангелие, уже действительно совершенно другими глазами. Я его сердцем просматривал. А там написано, покайтесь, ибо приблизилось царствие Божие. Когда вам тяжело на сердце, вы можете подойти к верующему человеку и сказать, друг мой, мне так тяжело на сердце, подскажи мне, что делать? И он подскажет. А тогда ни одного верующего всех освободили. Кого спросить? А к слову Божьему написано, покайтесь, ибо приблизилось царство Божие. Что такое покайтесь? Ты что, я в куст повинной писать? Еще сроку добавит. Что такое покайтесь? Это пальцы загибать? Пальцев не хватит. Я ничего хорошего же не делал. Я так благодарю Бога. Вы знаете, у меня сегодня день рождения. 22 года назад, в этот день, я стоял за бараком на коленях. Сегодня 10 сентября. Слышите? 10 сентября 89-го года я вышел за барак. Я постелил тряпочку. Ну, кино-то видел. Ну, перед Богом, знаете, вот на колени тряпочку постелил. Я встал на колени. Своему мужеству я понял, что я не знаю, как креститься от права налево, слева направо, от левой правой. Знаете, я думаю, что, хоть бы расспросил бы. Знаете, ну, я вот так, ну, я когда поднял глаза к небу, я такого неба не видел. Я очень люблю небо. Я очень люблю небо. Помните, апостол Павел в первом послании Кориффин, 15 главе, 29 стих. Он говорит, если ты на Иисуса Христа надеешься только в этой жизни, то какой ты? Как несчастный? Он же мне нужен. Мне с работой проблемы, Господи, помоги. Мне со здоровьем проблемы, Господи, помоги. Мне дети непослушные, Господи, помоги. Мне что-то... Господи, помоги. Мне сейчас нужен. Я даже думал, что это ошибка. Я даже в греческий перевод заглядывал. Там тоже написано так. У нас должна быть совершенно другая проекция. Когда ты живешь и небом, когда ты прекрасно сознаешь и понимаешь, что ты в этом мире прохожий, ты пилигрим в этом мире, что твое очищество на небесах, что твое царство небесное там, ты подданный этого царства, у тебя будет совершенно другое отношение к этой земной жизни. Я люблю небо. Не только потому, что Иисус туда вознесся и оттуда Он придет за своими. Не только потому, что там царство небесное. Я очень люблю небо. Я пишу стихи, где-то около 500 стихов, но я хочу где-то одна треть, а не о небе. Я в восторге, всем сердцем ликуя, в небеса устремляю свой взгляд. Я стремлюсь в ту отчизну святую, где мне сам Иисус будет рад. Для Него я так многое значу. За меня Он на крест вознесен. Я заплачу, от счастья заплачу, что от гибели им я спасен. Он и верить Ему улыбнется, превращаясь лизинки в алмаз и так нежно ко мне прикоснется, что сияние вспыхнет из глаз. Я в восторге, всем сердцем ликуя, вместе с ангельским хором спою Аллилуйя Христу! Аллилуйя! За спасенную душу мою я буду петь на небе Аллилуйя! И не потому, что я какой-то особенный, а потому, что в моей жизни было 10 сентября. В моей жизни был выбор сделан. Выбор. Я когда недавно ездил в Белоруссию, я стоял на коленях и я смотрю, что-то шевелится в ней возле ног. Я смотрю, от моего чуда маленькая, моя внучка, три годика, деду подражает, ручки сложила и тоже там что-то молится. Я расплакался. Я расплакался, как ребенок. Ей, кому есть, подражать. И когда она будет расти, я буду показывать на Иисуса. Я буду рассказывать об Иисусе, чтобы она подражала Ему во всем. Он есть для нас пример для подражания. Удивительный пример. Почему Павел говорит, подражайте мне, как я? Иисусу Христу. Друзья мои, когда я стоял на коленях, я как вспомнил, я поднял глаза. Я когда поднял глаза, я когда увидел вот это темно-синее небо, знаете, как кто-то разбросал пригоршни алмазов. Эти звезды так сверкали. Я когда посмотрел, и моя молитва, это было лепит, просто лепит. Господи, прости меня грешного, я не знаю, какой будет завтрашний день. Он в руках твоих на с этой минуты, с этой секунды. Распоряжайся мной, Господи, как хочешь, как хочешь. Если смерть, я готовлю смерть принять в своих рук. Но с этой минуты, с этой секунды, Господь, я хочу идти за тобой. Я хочу, чтобы ты был в моем сердце. Я лепитал, лепитал. То, что я выписывал в ту тетрадочку, оно мне проговаривало в сердце, ты мне бесконечно дорог. Я за тебя отдал свою жизнь. Я твои грехи пригвозил ко Христу. Я за тебя отдал свою жизнь. И вы знаете, я никогда не плакал, но в эту ночь у меня слезы струились и струились. Я лепитал, лепитал. И когда я поднялся с ног, с колен этих, мне казалось, я подпрыгнул бы. Я бы до этих звезд бы допрыгнул бы. Я бы до этих звезд бы допрыгнул бы. Когда Иисус вошел в ваше сердце, скажите, пожалуйста, что вам больше всего хотелось сделать? Вы еще здесь или вы же там возле холодильника? Вы еще здесь? Когда Иисус вошел в ваше сердце, что вам больше всего хотелось сделать? Что? Конечно, рассказать. Верный признак того, что Господь Духом Святым действует в твоем сердце. Ты не можешь молчать. Ты не можешь молчать. Слушайте, я почему-то считал, что это вышки, да? И вот это по периметру, это Бог дал мне, чтобы я каждому, 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 каждому человеку рассказал об Иисусе. Я еще не умел евангелизировать. Я не умел. Я еще не умел так агроментировать, знаете, как-то так убеждать, там, знаете, вот так. Я еще не проходил курс гамилетики, знаете. На каждого человека хватал за рукав. Я говорил, слушай, друг, мы неправильно живем. Мы неправильно живем. Слушай, ты понимаешь, две тысячи лет назад Иисус приходил. Ну и шо? Как, ну и шо? Он жизнь за тебя дал. Ну и шо? Он же две грехи пригвозил ко Христу. Ну и шо? Я думаю, шо он шокает? Тут каяться надо, он шокает. Как дам ему сейчас по шее, тут каяться надо. Знаете, вот так шокает. Знаете? И у нас за какой-то месяц собиралось до сорока человек. До сорока человек. А когда я освобождался, у нас собиралось уже до 150 человек. Слышите? Самая лучшая команда, когда заключенному говорят с вещами на выход. Когда мне сказали, Сикорский, с вещами на выход, я прибежал к начальнику колонии. Я ему сказал, Владимир Романович, добавьте мне еще пару месяцев. Он говорит, шо? За 20 лет службы я первый раз такого больного вижу. Да я не имею права. Я говорю, Владимир Романович, работы много, этапы новые приходят. Мы еще библейские чтения не закончили. Он говорит, Сикорский, я не имею права тебя держать. В 95-м году я вышел на свободу. И многие говорили, ну это он тут такой святой. Вот он выйдет, посмотрим. Глядишь, через пару месяцев вернется этапом. Я иду туда за колючую проволоку, но не по этапу. Я иду туда, чтобы рассказать им о Слове Божьем, рассказать им о Иисусе, вселить им надежду, расистить эти завалы, быть указателем ко Христу. Вот чего ради я туда иду. И я счастливый человек, когда я вижу слезы покаяния, когда я вижу вот эти, слышу эти молитвы, Боже, прости меня грешного, прости меня негодяя. Знаете, мое сердце радуется, потому что если один грешник кается, на небесах ликование и радость. Так говорит Слово Божье. Меня жена тоже не хотела принимать. Вы знаете, я когда пришел домой, и только нажал кнопочку, и открылась дверь. Первые слова, которые я от него услышал, я тебя ненавиджу, чего ты сюда приперся. То есть, я тебя ненавижу, чего ты сюда пришел. Я говорю, Людочка, я другой человек, Иисус в моем сердце, я христианин. Она говорит, что? Мне еще тут монаха дома не хватало. Знаете, все румы нормальные не приходят. Она полгода приглядывалась, полгода. Я говорю, Людочка, никто же меня право родительских не решил. Я хочу тебе что-то помогать. Я жил где-то на квартирах, где-то перебивался, я их помогал. Через пять месяцев она мне сказала, ты какой-то не такой, ты действительно какой-то не такой. Детям нужен папа, хватит тебе где-то, вот, перебирайся сюда. Но она мне сказала, штундяра. Она эта штундяра, знаете, весь негатив вот так крутила, как лампочка такую, знаешь. Штундяра, ты меня свою секту трактором не затащишь. Повесила иконку, перекрасилась, чтобы начипал. Я говорю, Людочка, мне очень нравится. Давай напишем, Бог есть любовь. Благослови душа моя Господа. А надеешься на Господа. А крыльца сели и прилетят, как орлы. Давай напишем эти тексты. Мне было сложно с ней. Это действительно было сложно. Людочка, давай будем читать Слово Божие. Ты поймешь мотивацию. Почему я рвусь в тюрьмы? Почему я туда рвусь? Почему я там в евангелизациях? Почему я там воскресный день, я целый день провожу в церкви? Кто богато знает, то Бог ищет спытает. Я ничего не знаю, из меня не спросу никакого. Ага. Я говорю, смотри, пророков себе говорит, народ не будет наказан за неведение. Бог хочет, чтобы о нем знали. Да написано. Ну вот. И она, когда начала читать, она дочиталась до места. Домой, домом молитвы назовется. И это слово коснулось ее сердца. Слухай, куда ты ходишь? Ну как? А мы тогда организовали церковь Любовь Христа. Если кто-то Киев знает, мост Патона и улица Мичурина туда вверх, к Ботаническому саду. Я всю неделю, то есть в это воскресенье, я пойду с тобой. Мы, когда шли до молитвы, она мне говорит такие слова. Только знай, я живой не дамся. Ты о чем, Людочка? У вас там жертву приносят. Какую жертву? Я уже полгода хожу, меня же никто в жертву не принес. Ты из тюрьмы, вы на тебя бояться. Но не на то попали. Я умею за себя постоять. Я думаю, что хочешь. Но когда мы пришли в церковь, она села возле самого выхода. Людочка, давай ближе. Нет, я тут сяду, чтобы чухнуть, если на меня нападать будут. Я не помню ни молитвы, я не помню ни молитвы, я не помню проповедей, ни песен, не помню. Я все промолился, чтобы только не чухнуло. А когда вокруг нее, знаете, в конце служения, окружили братья и сестры, как пчелы окружили, мы ишли домой, она говорит, слух, у вас же нормальные люди. Нормальные? Конечно, нормальные. И Слово Божие, говорит 13 Псалом, сказал, безумец в сердце своем, нет Бога. Человек, который отрицает Бога, Он безумец. А когда ты принял Иисуса в своем сердце, ты уже не есть безумец, потому что тебе ум Христов, Господь в твоем сердце. Это совершенно другое состояние. Если бы вы открыли дверь моего дома, прямо над зеркалом висит надпись, в этом доме Хозяин Господь, воздай ему хвалу. Это некрасивая надпись, это декларация наших отношений. Я хочу сказать, счастливые семьи, когда вы день начинаете с молитвы, когда вы какие-то вопросы решаете на основании учебника жизни, вот он учебник жизни, вы найдете ответы, вы найдете ответы, воздавите ко мне, отвечу, просите, и дано будет вам, да говорит Слово Божие. Когда день завершается, и вы склоняетесь на колени и говорите, Господи, прости, если в чем-то мы были не такими, будь милостив к нам, когда ты подытоживаешь день, счастливые, очень счастливые. И иногда бывает, вывеску снимаю, она мне говорит, ты зачем вывеску эту снял? Я говорю, ну зачем нам обманывать людей, что у нас Хозяин Господь, когда ты тут расходишься? Знаете? И так неделька пройдет, и она говорит, ну все, баточку я покаялась, вешай обратно. Я еще посмотрю на ее поведение, кротость, смирение, послушание, и я тогда эту картиночку вешу. В этом доме Хозяин Господь, воздайте Ему славу. Друзья мои, время, или часы неправильно у вас идут, я не знаю, как-то, когда начинаю говорить, и начинаю так быстро идти, я, по сути, ничего не успею рассказывать, но я знаю, что у нас есть вечность, у нас есть вечность, вечность в такой категории, как времени, не будет, там будет все новое, но, тем не менее, мы будем друг друга узнавать, и у нас будет целая вечность. Я вам столько смогу рассказать, я вашу историю услышу, я буду восхищаться Господом, который удивительно, потрясающее чудо сотворил в вашей жизни. Еще и еще раз хочу сказать, я очень счастливый человек, и счастье не в бицепсах, счастье не в дипломах и не в деньгах, счастье в Иисусе Христе. И хотя меня нашли на мусорке и свидетельство о рождении, где мать и отец, там просто жирные прочерки, но я хочу вам сказать авторитетно, я не сирота, у меня Отец Небесный, слышите? У меня Небесный Отец, у меня столько братьев и сестер, я в восторге, что я имею такую удивительную, потрясающую, огромную по всему лицу земли, семью, об этой крови Иисуса и сродненной этой кровью, пролитой на Голгофе. Я очень счастливый человек, я так хочу, чтобы все были счастливы, все, 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 все до единого, чтобы отсюда никто не вышел несчастливым, чтобы никто не вышел сюда пустым. Мне очень хочется, чтобы каждый человек имел эту радость. И я вам сегодня рассказал и о служении, и о том, что Бог сделал в моей жизни. Я был бы счастлив, если бы на руках молитвы вы эту нужду несли к Богу. То, что Бог делает за колючей проволокой, я хочу сказать, это не то, что я такой хороший, я такой умный, совершенно нет, совершенно нет, совершенно нет. Но Бог отвечает на молитвы любящих Его. Я бы хотел вас мотивировать, что Богу нужны ваши молитвы, очень нужны ваши молитвы. Возовите и отвечу, просите, и дано будет вам много молитвы и много силы. Отсюда, если мало молитвы, мало силы. Пусть нас Бог благословит, и мне так хочется с вами помолиться, вознести молитвы наших сердец к престолу Господнему. Молитву благодарности, молитву не дай мне, Господи, потому что, если мне не дашь, я сюда больше не приду, а просто сказать, Господи, я восхищаюсь Тобой. Ты удивительный, Ты потрясающий, Ты Бог, Который не прошел мимо меня. Какое это огромное счастье. Давайте мы об этом скажем Ему, поблагодарим Его.